Объемы жилищного строительства в Кустана в этом году многие называют рекордно большими. В эксплуатацию уже введено 156,5 тысяч квадратных метров жилья. Сумма финансирования тоже впечатляет. Для строительства жилья и инженерных коммуникаций по программе Нурлэжер из всех источников финансирования выделено 16,6 миллиарда тенге. За счет выкупа ценных бумаг ведется строительство 37 многоквартирных домов в микрорайоне Аэропорт 18 домов и в микрорайоне Юбилейный 19, из которых в текущем году будут введены 16 домов, 21 дом в 2019 году. Кроме того, в текущем году будет введено 6 аренных жилых домов, в том числе 4 дома, это 261 квартира для социально уязвимых флэйв населения, без права выкупа через местные исполнительные органы, и 2 аренных дома с правом выкупа, это 198 квартир через акционерное общество КИК. Между тем, как стало известно на совещании, которое прошло в Экимате Кустана, картина не такая радужная. Первый проблемный вопрос – срыв сроков по сдаче многоэтажек. Два 9-этажных дома должны были сдать в мае-июне этого года. Теперь озвучивается другой срок. Причина не сдачи двух домов, 4-й, 5-й микрорайон, юбилейный Ирина Кай, это из-за лифтов, да? Из-за лифтов там, да, сейчас они уже сдают, в конце октября мы, в принципе, уже готовы здесь. Мы его просто, как вопрос подняли, с середины года, с мая должны были. При этом, как оказалось, есть вопросы уже по введенным в эксплуатацию домам. По данным городского отдела финансов, прибыли городскому бюджету они не принесли. В 2018 году по делу СССР планируется сдача 20 жилых домов. На сегодняшний день сдано уже 14. Идет работа по передаче в отделы жилищных отношений для дальнейшего заключения договора между банком и получателем квартир. До конца года в доход бюджета от реализации квартир должно поступить 1,105 миллиона тенге. 1,105 миллиона тенге. Но на сегодняшний, 22 октября, еще деньги не поступили вообще. Дело к жилищному отношению. Все соответствующие работы у Айдера Викторовича проведены по передаче сдаточных домов. Остальной работой остается дело только вас, клиентов. Отдельная совместная работа с жилстройбанком, чтобы ускорить эту работу. До конца текущего года мы должны получить 1,1 миллиарда от реализации квартир. Понятно, да? Пополнение от реализации остро необходимо городскому бюджету. Тем более, что госденьги тратятся не только на возведение домов. Городская казна уже выделила более 3 миллионов тенге на содержание 14 построенных многоэтажек в зимний период. Так как за отопление во всех непроданных квартирах будет оплачивать городской бюджет.